Привет! В преддверии дня влюбленных хочется нарисовать такую красивую романтичную картинку. Она может служить даже открыткой вам. Можно нарисовать ее вдвоем. Берем плотный лист бумаги, можно акварельный, можно любой. Гуашку или акрил. Можно чем угодно, любым материалом это нарисовать. Берем малярный скотч, чтобы создать нам красивые белые бортики, то есть паспарту, сразу оформление. Чем мы это делаем? Я уже много раз рассказала, вы можете посмотреть в моем видео про паспарту. Вдруг вы решите кому-то подарить эту картинку, она раз и уже красиво оформлена. Так, клеим, чтобы половина этого скотча залезала на лист, а половина клеилась к столу. Можно не клеить к столу, но тогда вот, если клеите к столу, у вас не будет двигаться ваша картинка, не будете ее ловить по всему рабочему столу. Так, мы взяли, приклеиваем. Стараемся, чтобы одинаковые были у вас, например, сантиметр, 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 чтобы они были не разные, не кривые. Малярный скотч легко отклеить, переклеить. Подается в строительных магазинах, если что. Видите, что криво приклеили, ничего страшного. Вот так проводим хорошенько пальчиками по тому месту, где он прилегает к самой бумаге, чтобы вода не затекала и краски. Зубная щетка нам еще понадобится, мы ей снег будем делать. Ну, все, кисточки, водичка, бумажки, как всегда. Так, так как это зима, правда, февраль, 14 февраля. Рисуем красивый снежный фон, такой голубой, приятный. Начинаем вот с голубого. Прям берем крупная кисточка и вот так вот смело заходим на этот скотч. Мы его потом уберем, а у нас там раз и красивый бортик. И потихонечку подбавляем сюда белого цвета, в свой голубой цвет. Я назвала или не назвала даже краски синий, черный, желтый, белый, красный, зеленый. Все, с этими красками мы справимся вполне. Вот так начинаем красиво размазывать его. Постепенно, опускаясь вниз, постепенно добавляя больше белого, чтобы у нас такой градиент красивый получился. Время от времени заходим чуть выше, чуть ниже, чтобы вот были такие красивые переходы. Есть. Вот такая красота. Стараемся без особых таких явных разводов это сделать. Ну, без проплешин, естественно. Прокрасили все. Снизу можно наоборот еще раз чуть-чуть затемнить и сделать уже горизонтальные мазки. Тут будет пол. Пол сделайте более горизонтально, но не пол, а поверхность, на которой будут стоять наши главные герои. Вот так чуть-чуть. Меленько можно добавить для живописности. Вот все. С фоном мы закончили. Почти. Почти закончили. Мы же недаром приготовили зубную щетку. Можно делать кисточкой, можно зубной щеткой. Делаем снежок. Делаем романтичный снежок. Окунаем кисточку или нашу зубную щетку в водичку. Белый цвет вот так вот растираем, чтобы он стал пожиже, чтобы он не тек с зубной щетки, но чтобы он уже хорошо брызгался. И вот так направив щетку с щетинками на лист, движениями на себя, делаем снег. Опа! Все, какой у нас снег красивый есть. Особенно на голубом, да, красиво смотрится. Все, снежок мы сделали. Убираем кисточку, очищаем палец. Вполне себе снежок. Теперь нужно, чтобы чуть-чуть он просох. Я забыла уточнить, что если вы рисуете на холстике, на каком-нибудь, на картонке, то не обязательно делать эти паспарту. Они все-таки больше рекомендуются для работ гуашью, акварелью, на листиках. Если на холсте, то просто вы закрашиваете весь холстик с бортиками. Он уже будет красив. Но можно сделать и на нем, если вам нравится. Так, у нас все просохло уже. Берем тоненькую кисточку и рисуем влюбленную пару лисичек. Так, лисички сначала надо набросить, правда? Нужно сделать эскизик. Вот тут у них пол, значит, они тут будут стоять. И вот здесь вот их мордочки. Где-нибудь по центру, да, рисуем. Такой один кружочек. Тут будет одна голова. Возле нее второй кружочек. Длинненькая мордочка. Потом у них будет тельце расходиться вот так. С толстенькими попками. Таким треугольничком можно это рисовать. Или капелькой. Такой капелькой. Ножки. Ножки. И хвостик вот здесь где-нибудь такой лежащий. Собственно, пока все. Остальное мы уже. Знаете, главное не нарисовать четко каждый зубик, каждый ушко. А набросать примерно расположение. Берем желтый цвет, делаем рыжий. Берем красный цвет, смешиваем. Получаем что-то такое оранжевое. То, что нам надо. Может быть больше желтого. Пока поработаем этим цветом, там посмотрим. Может быть белый будем добавлять, может быть черный будем добавлять. В процессе разберемся, как говорится. Так, рисуем верхнюю лисичку, то есть крупную мальчика. Он будет у нас чуть побольше. Так, рисуем ему эту голову, кружочек. Можно сразу кружочек, чтобы вам было легче. Вот. Кружочек сделали. Можно сразу беленький добавлять вот сюда, в краешек. Сразу вот тут вот лобик и носик этот длинный вытянули. Берем оранжевый второй. Вот тут другой кружок нарисовали. Вторая лисичка. Девочка. Тоже ей мордочку вытянули. Примерно так это будет смотреться. Так, давайте сразу черненького подбавим. Но уже без белого. Берем красный, желтый, черный. Чтобы стал такой рыжий, темненький у нас. И вот здесь с другой стороны. Противоположно от беленького нашего. Затемняем. Затемняем. Причем делаем такие хохолки. Они же у нас пушистенькие все-таки, да? Делаем им вот такие ушки. Длинные такие. Назад. Второе ушко. Вот. Лисичка так лисичка. И то же самое вот с этой. Носик. Делаем таким темненьким. Хохолочек тоже здесь. Ушко одно. Ушко второе. Так, темненькое. Внизу головы все затемняем. Давайте еще светленьким поработаем. Потому что у нас тут какой-то прозрачный получился. Нам нужно его чуть понасыщеннее сделать. Вот так. Это ушко подкрасили. Вот тут ушко подкрасили. Можно еще белый с желтым смешать. И, например, вот тут на самых светлых участках. Вот тут, там, где у них вот этот вот верх мордочка красивая, светленького добавить. Сюда хохолочек. Ушко чуть-чуть высветлить, чтобы оно по цвету чуть отличалось от вот этого верхнего ушка. Так, давайте порисуем им попки. Берем рыжий цвет. И вот здесь отступаем. Здесь же у нас будет шарфик, да? А снизу делаем вот такую круглую, круглую капельку. Как будто бы с этой стороны. И круглая капелька. Вот, покраснее можно, пожелтее можно. Можно беленького, вот как я тут уже добавила, да? С этой стороны беленького. С другой стороны противоположный, наоборот. Темненького, чтобы тенька у нее появилась здесь темненький. Ножки, да? Ножки берем рыженькие. И делаем такие смешные, вот согнутые в коленках. Раз, ножка. И туда лапочка такая пошла, на которой она стоит. А сзади будет темная ножка. И здесь такая раз, ножка светлая. В коленках согнутая. Ну, делаем таких мультяшных, чтобы они были просто повеселее. Вот такая лапка. А вторую ножку делаем вот этой вот темной нашей краской. Там, где мы черный, помните, смешивали. Еще больше черненького. Но в тени у нас будет. Вторая лапочка, вот здесь видна. Тоже так стоит. И вот здесь мы ее видим. Вот она. И у этого лисенка тоже. Вторая лапка. Тоже вот раз так. Видна, есть. Пока пусть просохнет немножко. Так. Если густеет, то нужно чуть водичкой разбавить. Хвост. Да, вот здесь вот на попке начинается хвост. Сразу делаем здесь темным. И он лежит на полу. Значит, вот так. Снизу темный. Сверху будет светлый. То же самое здесь. Начали хвост. Вот так положили на пол. Снизу темный. Так. Сверху будет рыжий. Вот сюда. Рыженький, рыженький, рыженький хвостик. И кончик, конечно же, белый. И здесь тоже самое. Рыженький, рыженький, рыженький хвостик. Прелесть. И белый, белый кончик. Вымыли кисточку. От рыжего цвета взяли чистый белый цвет. И вот чистым белым цветом сделали остренький такой кончик. Здесь тоже самое раз. Такие романтичные лисонькие у нас будут. Можно брюшко даже сделать белое. Так. Можно чуть добавить. Они такие грязноватые. Можно прям желтого побольше вот сюда добавить. На светлые места. И красного. Чтобы они стали поцветнее. Не всегда можно сразу с цветом угадать. Не стесняйтесь подкрашивать их уже после того, как вы нарисовали. Смотрите сразу, насколько они ярче становятся. Как только мы добавляем этот красивый желтый какой-нибудь цвет. Теперь же они уже и рыжими стали. А не просто коричневыми. Что у нас? Шарфик, да? Они будут обмотаны шарфиком красивым. Берем зеленый цвет. Чуть-чуть его с белым разбавляем. Чтобы он стал таким посветлее. И вот тут делаем им вот этот шарфик. Который они закутываются. Можно сразу вот таким темным сделать. Шарфик должен быть больше, чем их тела. Потому что он же поверх них намотан. Поэтому чуть-чуть вот так вот он оттопыривается. Зеленый. Можно кисточку побольше взять. Я почему-то ленюсь уже поменять кисточку. И рисую все одной маленькой. Не бойтесь менять кисточку. А здесь с белым смешиваем. И вот такие полосочки тоже. Как вы шарфик наматываете. И вы видите, какие-то слои пошли толстые. Вот точно так же и здесь с этим шарфиком. Под лисоньку. Под головой. Провели прелесть так. Черный смешали. Вот тут, чтобы прям еще контрастнее было. Еще раз вот эти вот складочки. Вот так по складочкам черным. Тут можно такую складочку темную. Здесь складочку сделать. А потом берем желтый. Смешиваем зеленым и с белым. И вот этим таким красивым цветом. Желтовато-беловатым. Сюда можно чисто белым. Вот так вот. Опа. Есть. Вымыли кисточку. Вымыли кисточку. Так, теньки бы нам не помешали. Дай сюда. Давайте синий возьмем, пока у нас сохнет шарфик. Синий с черным смешали. Они же стоят у нас на полу. Значит, под ними будет такая тень. И черная, и синяя. Вот я черным мазнула. Теперь просто, чтобы не было все черным, я беру и синим уже, с белым, таким голубым. Но темнее, чем тот пол, который был до этого. Вот делаю тень. Вот теперь они уже стоят. Они просто в воздухе где-то летают. Можно даже белого сюда уже присовокупить. Вот так. Но видите, тенька у нас осталась. Такой темный, хороший, падающий под ними тенью. Есть. Можно взять этот же черный с зеленым. И местами теперь вот красиво оформить вот эти складочки. зелененьким. Главное, чтобы воды не выть. У меня вода попала на кисточку. Ну, так и получилось. Вот. Сюда, чтобы торчали, чтобы они... Сюда эти красивые складочки, да? Туда. Черный теньку сделать вот тут под... под головой. И раз это шарфик, можно, в принципе, сделать ему такой висящий хвостик. Вот отсюда пусть у него висит такой хвостик. Бахромой. Белый добавить. На эту сторону, наоборот. Черный добавить. Бахрому прорисовать. Там и шарфик. Так, лисички не высохли. Ждем, когда высохнут, чтобы хорошенько прорисовать уже контуры. Когда все подсохло, можно сделать уже обводочки и контрастики. Нюансы всякие, детали прорисовать. Смотрите, можно это сделать тонкой кисточкой, взяв черную красочку. А можно взять обыкновенный маркер или ручку и сделать это ручкой. Мне кажется, тут у нас неплохо подойдет. У нас формат открытки. Поэтому такие черные красивые обводки даже маркером. И вообще, не стесняйтесь использовать маркер и на холсте тоже. Они всегда улучшат вашу работу и сделают ее более контрастной. Смотрите, будем рисовать. Вот тут носик навели. Обвели мордочку, лисички. Обвели вот такими движениями. Подчеркнули и ушки. Ушки мохнатенькие сделали ей. Здесь хохолок тоже мохнатенький. И второе ушко ей сделали. Нашему вот этому лисеночку, мальчику тоже носик сделали. Делали ему улыбку такую на лице. Здесь у него нижняя челюсть. Лобик ему подняли. Можно даже челочку ему сделать. Смотрите, как интересно рисовать маркером. Я обожаю дорисовать всякие детали. Потому что до маркера работа была не очень внятной. Ей вот необходима была эта прорисовка. Посмотрите, как красиво получается прорисовывать маркером. Знаете, глазки нарисуем. Вот улыбочка. Низко-низко. Вот здесь ниже лба. Такой закрытый глазик. Бровка, например. И у второго лисенка, мальчика, тоже ниже лба. Главик. Так, ушко. Внутреннее ушко вот здесь сделали. Что еще? Ну, все-все-все детали. Шарфик. Все, что нужно. Делаем вот такую обводочку. И дорисовываем детали, которых не было. Шарфик обводим. На бахрому ему еще нарисуем. Может быть, на шарфик какие-то узоры. Чтобы сразу было ясно, что это шарфик. Вот. Вот здесь обвели. На несколько. Ой, мокро было. Я говорила. Ждем, когда просох. Но ничего страшного. Так, лисичка есть. Хвостик. Хвостик. Тоже, смотрите. Делаем ему сразу вот такую шерстку. Делаем острый кончик. Вот так навели хвостик. Попку обвели. Ножки. Можно даже пальчики вырисовать. Коленку. Смотрите, насколько интересная работа сразу зазвучала. Она стала насыщенной. Яркой какой-то, сочной. Да, вот вторая лапочка. Коленочка. Хвостик тоже. Не бойтесь рисовать новые детали, которых не было. Например, такие вот мохнатые хвостики. Что еще сюда можно? На пол можно вот эту вот теньку. Вот так вот, смотрите. Просто, чтобы она стала интереснее. Вот так вот. Чуть-чуть пол. Изобразить можно. Вот здесь хохолочек. Чуть-чуть помохнать и сделать. Можно взять белый цвет. И кое-где, вот, например, мне хочется глазки вот таким выбелить. Я выбила глазки. Носик. Носик чуть выбелить. Кое-где ушко. Можно взять и белый маркер. Ну, или черным вот так же сделать, как я вам говорила. Что не бойтесь использовать кисточку или маркер. Это можно сделать любым инструментом. Не ограничивайте себя в выборе инструмента. Вот у нас получились лисички. Можно эту работу так оставить, и уже, в принципе, у вас готов рисунок. Можно, раз уж мы рисуем День Святого Валентина. Давайте сердечки изобразим. Это же влюбленные лисички. Давайте сделаем им вот такие вот сердечки. Сейчас нарисуем их красочками, а потом обведем опять маркером. Вот хочется мне, чтобы от них, знаете, как такой дух влюбленности, разлетались такие сердечки. Меньше, больше. Их столько, как бы вот так они разлетались кверху. Можно и без сердечек. Это ваш рисунок, и вы можете изобразить что угодно на нем. Можно большое вот такое сердце, одно. Нарисовать, например, пожелание, да? А можно имя. Можно же это как Валентинку кому-то преподнести. И напишите вот кому и за что вы дарите это сердечко. Это красивый рисунок. Вот так много, знаете, как снег. А у них вот такие сердечки разлетаются, красивенные. Берем еще и белую красочку, и вот так белой красочкой такие блики на сердечках с одной стороны вот такой мазочек делаем. Чтобы они были такие объемные, сочные. Опа, прелесть. Сейчас высохнут немножко. Когда просохли сердечки, снова берем наш маркер. И как и лисичек, обводим их по периметру. Вот так красиво. Придаем им четкость. Если вы ходите где-то за грани, ничего страшного. Не бойтесь. Смотрите, как они сразу выделились. Можно сердечки, пронзенные стрелой. Вот мне именно такие нравятся без стрелочек. Можно несколько сердечек вообще без всего. Вот я уже сняла наш скотч по периметру, как вы видите. И это то, что осталось под ним, нетронутый чистый листик. У нас фактически уже получилась готовая, обрамленная рамочка работа. Вот как нам помогает паспарту. Можно теперь даже вот ничего не оформляя, дарить с удовольствием такую прекрасную валентинку. Вы можете нарисовать ее даже вдвоем с любимым человеком. Или с вашими детками. Может быть это ребеночек с мамой. Можно даже тот, кто не любит рисовать, пусть он хотя бы сердечки нарисует в этой работе. И таким образом у вас будет парная картина, которую можно дома поставить и любоваться. И вспоминая теплые моменты в вашей жизни. Или подарить кому-то вот с таким признанием любви, как открытку или картину красивую. Я желаю вам удачи в рисовании. Весите с удовольствием. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!